В поисках зрелища любители хоккея и футбола в летнем межсезонье смогут утолить свою жажду на соревнованиях универсиады по отдаленно схожему, но не менее интересному виду спорта – хоккею на траве. Возраст этого вида спорта насчитывает около четырех тысяч лет. В подтверждение тому служит найденное изображение двух игроков с клюшками, вырезанного на камне одной из пирамид, которую относит к 2000 году до нашей эры. Согласно легендам, хоккей возник в Англии, где пасущие овец-пастухи заполняли свободное время, гоняя палками для выпаса овец круглый камень либо другой предмет, походящий на мяч. Интересно, что палки для выпаса овец имели в верхней части загнутый конец и походили на клюшку. Немногие знают, что столь привычное нашему слуху слово «хоккей» произошло от названия этих самых пастушьих палок, называвшихся «хокке». В программу олимпийских игр хоккей на траве включен с 1908 года. Хоккей на траве отсутствовал в программах двух олимпиад. Очевидно, как и в других разновидностях хоккея, игроки используют клюшки. Цель игры – загнать при помощи клюшки мяч ворота соперника. Касаться мяча руками или ногами любым игрокам, кроме вратаря, запрещено. В игре участвуют две команды по 11 человек. Обычно матч продолжается в течение 70 минут, два тайма по 35 минут с перерывом 10 минут. В России развитие хоккей на траве вышло на новый уровень в 1967 году, когда была создана Федерация хоккея с мячом и на траве СССР. После успеха в 1980 году мужской и женской команды на Олимпийских играх в Москве, когда советские спортсмены завоевали бронзовые медали, была создана самостоятельная Федерация хоккея на траве СССР. На сегодняшний день Россия не входит в число лидирующих держав хоккея с мячом. Традиционно лучшими в этом виде спорта являются Австралия, Германия, Голландия, Аргентина, Испания, Китай и Англия. Конечно, это олимпийский вид спорта. Насколько развит он в России, это второй вопрос. Но по популярности оно в мире занимает четвертые и шестые места хоккей на траве. Естественно, этот исторический момент, когда мы получили право и международное признание быть спортивной столицей, универсиадом проходит у нас в России в Казани. Естественно, хоккей на траве был в программу только по той причине, что все-таки Динамо Казань уже неоднократно доказывает, что она является законодателем российского хоккея. Турнир универсиады по хоккей на траве будет проходить в Казанском многофункциональном центре хоккей на траве, который ждет всех желающих в любое время года. Стоимость билетов от 40 рублей. Билеты на соревнования универсиады уже в продаже. Ты можешь посетить любой из 27 видов спорта. Плавание, дзюдо, легкую атлетику, фехтование, бокс, спортивную и художественную гимнастику, синхронное плавание, прыжки в воду и не только. Ты можешь стать участником грандиозного международного спортивного события. Билеты от 30 до 300 рублей. В кассах города и на сайте kassir.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова